Роберт Гелбрейт Смертельная белизна Читает артист Олег Новиков Пролог Счастье, дорогая Ребекка, счастье – это прежде всего тихое, радостное сознание, что совесть твоя свободна от вины. Генри Кипсон, Росмерсхольм Если бы пара лебедей плыла по темно-зеленой глади озера бок о бок, эта фотография стала бы венцом карьеры свадебного фотографа. Ему страшно не хотелось менять расстановку новобрачных, потому что мягкий свет под сенью деревьев превращал невесту с ее золотисто-рыжими локонами, рассыпавшимися по плечам, прерафаэлитского ангела и выигрышно оттенял точеные скулы жениха. Фотограф уже не помнил, когда ему доводилось снимать такую эффектную пару. С этими новобрачными, мистером и миссис Мэтью Канлифф, можно было не прибегать к разного рода ухищрениям, когда, например, невесту деликатно разворачивают так, чтобы скрыть жировые складки на боках. Вообще говоря, это и не помешало бы слегка подкормиться. Но на фотографиях такие худощавые фигуры смотрятся классно. А жениху предлагают попробовать еще разок с закрытым ртом. Слава Богу, зубы у мистера Канлиффа ровные, без дефектов. Единственное, что требовалось скрыть, но перед печатью такие вещи легко убираются в графическом редакторе. Это уродливый шрам на предплечье у невесты, совсем свежий, синюшно-лиловый, с черными точками от наложенных швов. Утром, когда фотограф приехал в дом родителей невесты, рука ее покоилась в эластичной защитной лангетке. Перед фотосессией девушка ее сняла. Фотограф вздрогнул. Ему даже подумалось, уж не совершила ли она перед свадьбой неудачную попытку самоубийства. В его практике бывало и такое. Как-никак, двадцать лет в профессии. На меня напали, объяснила ему миссис Канлифф, точнее Робин Эллокотт, два часа назад ее звали именно так. Фотограф, натура впечатлительная, с трудом отогнал от себя мысленный образ стального клинка, спарывающего эту мягкую бледную кожу. Хорошо, что сейчас уродливую отметину скрывали чайные розы, букет невесты. Лебеди, будь они неладны, если бы с заднего плана исчезли оба разом, он бы не возражал, но один то и дело нырял, и его пушистая остроконечная гуска торчала посреди озера пернатым айсбергом, да еще подергивалась, создавая на воде рябь, которую не так-то просто удалить в фотошопе, вопреки мнению молодого мистера Канлиффа, предложившего такой способ. Между тем, второй лебедь по-прежнему жался к берегу, да, грациозный, да, безмятежный, но в кадр не влезал, хоть ты тресни. Ну как получилось? С явным нетерпением поинтересовалась невеста. Ты просто красотулечка, цветик мой, высказался из-за спины фотографа отец жениха Джеффри, не иначе, как уже подвыпивший. Из-под тенистых деревьев за фотосъемкой наблюдали родители новобрачных, шафер и подружки невесты. Самая младшая, совсем еще кроха, которая все время порывалась бросать в воду камешки, теперь закапризничала в ответ на досадливое шиканье матери. Закончили? Спросила Робин, не снисходя до свекра. Почти, солгал фотограф. Развернитесь, пожалуйста, к нему чуть больше, Робин. Вот так. Обворожительно и широко улыбаемся. Ну же, улыбаемся. Между женихом и невестой висела некоторая напряженность, какую не спишешь насчет волнения перед объективом камеры. Фотографа это не волновало. Концет и концов, он же не консультант по вопросам брака и семьи. Бывало, новобрачные, не стесняясь его присутствия, начинали выяснять отношения, пока он настраивал выдержку. Одна невеста со скандалом убежала из-за свадебного стола. Чтобы позабавить друзей, фотограф сохранил нечеткий снимок 1998 года, на котором жених бьет своего друга шафера лбом в переносицу. Кандлифы, надо признать, оказались красивой парой, но шансы их он оценивал невысоко. А уж это длинный шрам на предплечье невесты... Бррррр... Во всей сегодняшней церемонии фотографу увиделось что-то зловещее и нездоровое. «Довольно», — заявил вдруг жених, отпуская от себя Робин. «Снимков уже достаточно, правда ведь?» «Погодите, погодите, второй подгребает», — воспротивился фотограф. В тот самый миг, когда Мэтью отстранился от Робин, плававший у берега лебедь, стал подплывать к другому по темно-зеленой воде. «Вот паразиты! Прямо как назло! Глядите, Линда!» — хохотнул Джеффри, обращаясь к новоявленной сватье. «Чертовы птицы!» «Это уже будет лишнее», — осадила фотографа Робин, подергивая длинную юбку, которая волочилась по земле из-за недостаточно высоких каблуков-шпилек. «Наверняка хоть что-нибудь да получилось». Она вышла из рощицы на слепящий солнечный свет и по лужайке направилась к замку семнадцатого века, где ждали гости, потягивая шампанское и любуюсь живописными окрестностями. «У нее, наверное, рука болит», — поделилась мать-невесты с отцом жениха. «Ага, конечно, рука», — буркнул про себя фотограф с каким-то мстительным удовольствием. «В машине всю дорогу собачились». При выходе из церкви молодая пара, осыпаемая пригоршнями конфетти, выглядела вполне счастливой, но по прибытии в загородный отель жених с невестой словно окаменели, как видно, с трудом подавляли раздражение. «После свадьбы заживет», — беспечно отозвался Джеффри. «Я бы сейчас бокальчик пропустить. За компанию с тобой, Мэтт!» Мэтью поспешил через газон за молодой женой, неуверенно двигавшейся на шпильках. Следом потянулась вся компания, и мятного цвета шифоновые платья подружек-невесты подернули серябью на горячем ветру. «Робин, нам надо поговорить». «Ну, говори». «Может, ты на минутку остановишься?» «Если я остановлюсь, нас тут же настигнет вся толпа». Мэтью оглянулся. Она была права. «Робин, руку не трогай!» На жаре рана стала пульсировать. Робин дорого бы дала, чтобы залезть в дорожную сумку, где осталась прочная защитная лангетка. Но все вещи унесли в люкс для новобрачных, то есть неизвестно куда. Отель уже был в пределах видимости. Гости скопились на теневой стороне. Каждую из женщин нетрудно было распознать по шляпке. Тетушка Мэтью, тетя Сью, нацепила на голову ярко-синее тележное колесо, а Дженни, заловка Робин, устрашающее сооружение из желтых перьев. В свою очередь мужчины, все как один в темных костюмах, сливались в неразличимую массу. Если и находился среди них Корморан Страйк, отличить его от других не представлялось возможным. — Да постой же ты! — взмолился Мэтью. Они слишком оторвались от родственников, которые подстраивали шаг под самую младшую подружку невесты. Робин помедлила. — Я был неприятно поражен, когда его увидел. Вот и все. — А я, по-твоему, заранее знала, что он примчится на венчание и опрокинет цветы? — вспылил Робин. — Возможно, Мэтью истерпел бы такую резкость, если бы не улыбка, которую тщетно пыталась скрыть его молодая жена. Он не забыл, как просияла Робин, когда в церковь ввалился ее бывший начальник. Мэтью не собирался прощать ее за то, что она, стоя рядом с ним у алтаря и отвечая согласно, не сводила глаз с этого встрепанного громилы, кормора на страйка. Наверняка и гости заметили, как она вдруг расцвела. Родственники прибавили шагу. Мэтью осторожно взял Робин под локоть в паре дюймов от шрама и повел ее дальше. Она без сопротивления двинулась вперед, но он заподозрил, что ее просто тянет поближе к страйку. — Я тебе еще в машине сказал. Если решишь и дальше на него работать, то будешь... — Последней дурой! — подхватила Робин. С этого расстояния уже можно было различить фигуры мужчин, ожидавших на террасе. Робин поискала глазами страйка, но безуспешно. А ведь он крупнее их всех и должен возвышаться над ее братьями и дядюшками, в каждом из которых не менее шести футов росту. Ее ликование, недавно вспыхнувшее от одного вида страйка, упало, как неоперившийся птенец под струями дождя. По-видимому, сразу после венчания страйк исчез, не пожелал втискиваться в микроавтобус и вместе со всеми ехать в отель. Его недолгое присутствие означало не более, чем жест доброй воли. И зазывать ее обратно в свою контору он вовсе не собирался, а просто решил поздравить с началом семейной жизни. Слушай, заговорил Мэтью с большей теплотой в голосе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова